Этот сюжет родился спонтанно. В один из вечеров раздался звонок от Эволда Грабовского, в прошлом тренера рижского «Динамо», долгие годы работавшего в Латвийской Федерации Хоккея, человека, который чуть ли не единственный, кто еще пытается сохранить память о великих мастерах, кто не забывает первопроходцев и сами истоки латвийского хоккея, собирая и публикуя материалы об этом. 24 ноября, например, был днем памяти легендарного тренера Виктора Тихонова, которого не стало 7 лет назад. На этой неделе был день рождения у Харри Меллупса. Совсем скоро, 2 декабря, будет день рождения у Сергея Желтыка. Всю эту информацию он кропотливо выкладывает в социальные сети, чтобы помнили, чтобы не забывали. Основатель общества «История латвийского хоккея» Эволд Грабовский недавно выпустил альбом, который так и называется «Хоккейная семья». Программа «Третий тайм» с удовольствием воспользовалась поводом, чтобы заглянуть в гости Грабовскому и поговорить о латвийском хоккее, который в этом году отпраздновал свое 90-летие. Мне очень важно, допустим, и я так понял, что в эту память ей нужно дорожить. И поэтому я так уже довольно продолжительное время вот этим занимаюсь. И в итоге вот, вот что, что мне в этом году удалось реализовать. Это хоккейная семья. А это параллельно тому, что я случайно, случайно, ну, познакомился с возможностями Фейсбука. Ну, наконец-то и до меня дошло, что мы живем в дигитальной эпохе. И я нашел там отличную такую возможность, скажем, этих материалов. Вот, как ты говоришь, там я регулярно их помещаю. И я могу там беспрепятственно, скажем, выставлять все, что у меня накопилось. Как оказалось, вся его работа началась в 2004 году, когда оборвалась жизнь нападающего сборной Латвии Сергея Желтока. Началось все с того, что когда от нас ушел Желток, я так задумался на эту тему. Создали мы тогда фонд памяти Сергея Желтока. Учредили памятный турнир. Начали мы говорить на тему, что, может быть, зал создать какой-то, экспозиции, музей, тому подобное. Но эти все, так скажем, все, и мечты не всегда сбиваются. Чтобы найти в Фейсбуке вашу страничку, как называется она? В Фейсбуке страничка называется «Хокея Димены». И вот на основе всего этого я как-то, ну, даже скажу, что мне самому это нравится. Хоккей в этом году у нас отпраздновало 90 лет. А Элмар Альфредович Бауриц ушел от жизни. Ему 101 год. И не хватало двух дней. Второй человек, который тоже из этих... Как на русском? Тилт ставит, тилт ставит. Ну, может быть, основатели или первопроходцы? Основатели, первопроходцы. Мы сейчас поздравляли Нагабаца. Нагабаца. Сколько ему лет? Сто лет ему. Сто лет? Сто лет ему сейчас исполнилось. Эвол Горобовский ведет большую исследовательскую работу. Материалов об истории латвийского хоккея много. И сейчас его главная задача через социальные сети и другие платформы делиться ими. Вот что рассказывает он о Викторе Тихонове на премьере одного фильма. Он отдыхал практически каждый год почти на взморе. Мы встречались, когда он был здесь. Ну, и я использовал эту, скажем, возможность, что они отдыхали в море. И в 2010 году мы сделали встречу. Мы собрали всех старых динамовцев, которые могли, сумели и захотели присутствовать. И на этой встрече также мы делали съемку. И есть фильм. Который вы недавно закачали в YouTube. Называется «Педеятыкшинос». Педеятыкшинос. Его взгляды на то, что было, то, что проходило. Была очень такая, скажем, сердечная такая... Душевная встреча. Душевная, да. Интересная была встреча. И я с большим интересом посмотрел. Просто я ее... Я об этом только вспомнил тогда, что у меня... Потому что материал у меня там полный шкаф всего вся. И я ее вспомнил. Я поставил, посмотрел. Мне понравилось. Еще одним поводом встретиться с Гробовским стал его альбом под названием «Хоккейная семья». Об этой книге наш собеседник рассказывает подробно. Как она создавалась, как долго, кто помогал и так далее. Рассказал он и о том, что в такой хоккейной стране, как Латвия, к сожалению, не так много людей, которые бы отозвались на его призывы о помощи в этой работе. Вот и приходится ему самому тянуть этот воз, хотя сил не так много. Как-никак Гробовскому уже 80 лет. Интересно в том плане. Вот когда я этот альбом делал, вы понимаете, я пропускаю через пальцы, через мозги, через сердце, я пропускаю то время. Я как бы заново переживаю, потом касаюсь всех, потому что в основном практически всех. Мы были лично знакомы, или играли вместе, работали вместе, или знали просто вот этих всех предков. Финансово помогал Харь Витальевич, что Харьи сейчас, ну тренер сборная, да. Разговоров, обещаний хватало, я не хочу об этих людях говорить, но я позвонил Харьевичу, я говорю, Харьи, поможешь? Нет проблем. Вот это отношение, значит, да? Человек не потому, что вот, ну надо, надо, значит, он тоже понимает важность этого всего. Нет, я скажу, он понимает, во-первых, важность, но есть такие люди. Например, я когда создавал фонд желтка, ну там, на эту майя, слабо, на данной странице, мне нужны были деньги. Я к этому, Володе Крикунову, Вова, дай нам память Сергея Желтка, задай им. Он тысячу лад, из Краманова это еще. Но это мы сделали страницу. Вот, вот, да, да. Это люди, которые, у которых хоккей вовнутри. В завершении встречи настал самый торжественный момент вручения альбома «Хоккейная семья» от его автора с именой дарственной надписью. Этот подарок дорогого стоит. Девушки отдыхают.